Все профессии нужны, все профессии важны, особенно если речь идет о медицинском направлении. Каждый день, спасая сотни человеческих жизней, врачи и медсестры показывают, насколько эта работа нужна, трудна и ответственна. Но это совсем не пугает тех, кто уже со стопроцентной уверенностью выбрал свой профессиональный путь и решил присоединиться к рядам людей в белых халатах. Такую возможность молодым людям предоставляет Брестский государственный медицинский колледж. Брестский государственный медицинский колледж – это учреждение образования, структуры здравоохранения, где готовят средних медицинских работников. По двум специальностям мы готовим. Это специальность сестринское дело, медицинская сестра, медицинский брат и специальность лечебное дело. Это фельдшер-акушер, помощник врача, просто акушер, акушерка, может быть просто фельдшер для работы на ФАПе или на скорой помощи. Традиционно в нашей стране 20 июля для среднеспециальных учебных заведений началась вступительная кампания. И если сравнивать с предыдущим годом, да, в этом году немножко больше активности. На данный момент уже прошло больше недели приема документов от абитуриентов. И можно сказать, что уже более 300 человек при наборе 240 абитуриентов подали к нам заявление. То есть уже многие специальности, появляется конкурс для абитуриентов. Среди абитуриентов Дарья Нестерова. Девушка решила связать свою жизнь с медициной не так давно и усиленную подготовку к поступлению начала с 9 класса, делая акцент на такие предметы, как химия и биология. Несмотря на мнение родителей, которые не видят Дарью в данной профессии, девушка твердо решила, что будет поступать в медицинский. Подавать документы пришла с папой, ведь так меньше волнения. Выбор пал на медицину. Брестский колледж просто мне понравился, когда мы сюда ездили. Я видела работу медицинских работников, ну, когда сама болела, или кто-то из родственников, и всегда хотелось быть именно врачом. Родители очень бурно отреагировали, они очень не хотели, чтобы я связывала жизнь с медициной, так как, по их словам, это неблагодарная работа. Но мне не важно заработная плата или какие-то привилегии врачей и докторов, просто мне нравится эта деятельность. Приехали сюда поступать уже во второй раз. Первый раз поступали после окончания 9 класса. К сожалению, попытка была неудачной, мы не прошли, но все же вернулись сегодня, подали документы и надеемся, что в этот год она поступит удачно. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси, в одном из интервью отметил, что шансы оказаться в числе бюджетников у абитуриентов выросли. Набор увеличился на тысячу человек. Брестский государственный медицинский колледж не исключение. В этом году он также добавил несколько дополнительных бюджетных мест. Количество бюджетных мест в этом году у нас немножко возросло. Это связано с тем, что отрасль очень нуждается в медицинских кадрах, поэтому мы постепенно будем увеличивать эти места и пополнять ряды очередей здравоохранения, в первую очередь, конечно, Брестской области. В этом году примерно 20 мест, бюджетных мест стало больше. Выпускники Брестского государственного медицинского колледжа всегда находят место работы. В основном трудоустраиваются на территории Бреста и Брестской области. Ведь востребованные специалисты предполагают, что сидеть без дела после окончания учебы не получится ни у кого. Распределение проходит в присутствии представителей организации здравоохранения Брестской области. И распределение проходит по нуждаемости районов и города Бреста в кадрах. Конечно, больше медицинских сестер – это нуждаемость города Бреста, но про регионы мы тоже не забываем, поэтому выпускники также попадают в регионы. Те, кто еще думают подавать документы после 9 класса на бюджет, есть еще время до 3 августа, а на платной основе – до 13 августа. А если вы решили поступать в медицинский колледж после 11 класса, прием документов на бюджет и целевую подготовку закончится 6 августа, а для платников – 13 августа.